Девочка, ой, Божий промысел, ой, хорошая такая вещь. Один парень, когда молился Богу, все время просил, Господь, ну объясни мне, что такое Божий промысел. Вот так подробно, чтобы я понял это. Господь говорит, хорошо, ложись спать, а во сне я тебе покажу, что такое Божий промысел. А юноша лег спать, и ночью во сне к нему подходит старец с умой. И говорит, ты хотел знать, что такое Божий промысел? Он говорит, да, пойдем со мной. И они пошли. Дороги дальние, солнце печет, ноги уже идти не могут дальше, пить хочется, есть хочется. И вдруг избушка, такая средненькая избушка, выходит хозяин по старому обычаю, кланяется, говорит, как хорошо, гости, что вы зашли ко мне. Мне столько жалко, что мне нечем вас накормить, кроме как кусочек хлеба и водичка. Да вот в комнате можете лечь поспать на лавку, на лавке. И когда они там расположились на этих лавках, а в комнате, действительно, в доме, кроме этих лавок, стоял еще только стол. И на столе стояла ваза, красивая ваза, очень красивая ваза. Хозяин говорит, это мне на черный день, когда будет совсем трудно, чтобы не умереть с голода. Я вот эту вазу-то и продам, и как-нибудь выживу. Ну и ладно, ночью, наступает ночь, и этот старец будет юношу и говорит, давай быстро, обойся. Ну и пока юноша обывался, смотрит, а старец подходит к столу, где ваза, берет ее и себе суму. И когда они вышли на улицу, юноша говорит, ты что делаешь, старец? А старец говорит, это божий промысел. Я говорю, какой божий промысел? У человека на черный день все, что есть, и ты у него это забрал. А он говорит, так вот, ну вот божий промысел. Не понял ничего, юноша, идут они дальше. Шли-шли, устали, солнце печет, пить хочется, есть хочется. И перед ним избушка, такая старая, что старая соломенная крыша даже уже поползла, сползла с этой, с домика, и одним краем уже опиралась о землю. Вот такая развалюшка перед ними была. Выходит, хозяин кланяется, благодарит их за то, что в гости зашли. И говорит, жаль только, что мне вас угостить нечем, только водички могу дать. А он говорит, ну и хорошо. А в доме есть лавки, ложитесь, отдыхайте. Вот они поспали, ночь прошла, утром хозяин за ведра взялся и пошел к колодцу. И в это время старец говорит, давай быстро, быстро бежим отсюда. Выскочили они на улицу, и, проходя мимо этой обрушившейся крыши, старец достает спички, чиркает, а солома сухая, крыша как полыхнула вся. Смотри, бежим, скорее бежим. Убежали они от этого места. А когда уже успокоились, ну ты же говоришь, да что делаешь? Там ты взял в глазу. И здесь у человека крыша, хоть краешек этого дома защищала от дождя. Ему даже теперь спрятаться хозяину негде, ни от холода, ни от дождя. Что ты делаешь? А он говорит, а я промысел боже. И он же говорит, да не может быть такого промысла. Ну, как хочешь. Ты хочешь, Надь? Пойдем дальше. Пошли. И вот они идут, так вроде недолго шли. И вдруг видят дом трехэтажный, огромный. И сад, там яблоки такие висят наливные. Старец говорит, ну наконец-то мы с тобой на мягеньком поспим. Яблочки покушаем. А тут уже у калитки хозяин стоит жир, дядя, такой. Жоп. И говорит, ну что, попрошайки здесь ходите, ничего вам здесь не обвалится. Да. А ну-ка идите отсюда, а то собаку спущу. А старец говорит, да не надо собаку спускать, я вам подарок принес. И старец достает из котовки эту вазу, которую взял в первом доме. И говорит, вот вам подарок. А этот жоп так смотрел, он говорит, да она ведь хорошая. Ну ладно, собак не буду спускать. Вот сейчас сына пошлю, пусть вам покажет, где мост через речку перейти. Васька. Ну, Васька побежал. А этот юноша со старцем отошли в сторону. Юноша говорит, я больше с тобой не пойду. Это что за божий промысел? Там украл, там поджег. Здесь отдал эту вещь желобу какому-то. А он говорит, ну давай, послушай, что я тебе скажу. Это все божий промысел. Вот эта ваза, которая была у первого хозяина, эта ваза была с большой порчей. И я эту порчу и отдал этому злому человеку. И ты посмотри, у него сейчас будут несчастья за несчастьем. Вот видишь его сын. Вот он сейчас пойдет по мосту, а там доска обрушилась, и мальчик упал в реку, и река его унесла. Вот это первая его беда. Потом у него сожгут дом, разорят весь сад, и через год он будет, как мы, ходить с котомкой и попрошайничать. Юноша говорит, хорошо, ну пусть так будет. А вот второй дом, который ты поджег, крышу, ты же человека оставил без крова совсем. А он говорит, это тоже божий промысел. Сейчас хозяин начнет разбирать кирпичики, из которых можно сделать маленький закуточек от дождя, чтобы, да? Он будет разбирать стену сгоревшую, и там найдет клад, да такой большой, что будет богатый и счастливый. Вот. Вот и все, Глема. Субтитры создавал DimaTorzok